Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал AlexPro Игра FK Arena Рубрика Герои Так называется плейлист на нашем канале Куда вошли основные герои В рамках этого выпуска Я расскажу вам об истории этого персонажа Проведем обзор навыков С комментами, конечно же Просмотрим именной предмет Что до скольки, когда и как качать Наборы мебели Обязательно просмотрим Расскажу об артефактах Какие и когда на него удобнее ставить Проведем подбор команды Под Айнза В каких ситуациях Каких персонажей к нему лучше подселять Какие персонажи противника Будут являться для Айнза Критически опасными Конечно же потестим Этого героя в разных локациях И ответим в завершении На такой основной вопрос Который очень часто задают Это где же можно получить Этого Айнза И как вообще это Провернуть это дело Будут также в описании И в прикрепленном комменте Тайм-коды Ну как это вот с описанием Оглавлением Будет оглавление С быстрыми переходами То есть кому интересна какая-то тема Смотрите С быстрыми переходами Используем Итак Айнз Герой Зайдем пожалуй Через основное меню Прокачка у меня максимальная Пока на этого героя Что касается его истории История этого персонажа Очень интересна То есть Геймер Который просто Представьте себе Играл в игру компьютерную За Ну вот такого некроманта Типа мага Такого мощного Потом игру Выключили А он все Сидел и сидел В этой игре Вот ждал Когда же она закончится Но она типа не закончилась Вот А он перенесся В другое измерение То есть измерение Какое-то игровое И в этом игровом измерении Все персонажи Ожили И он там стал Самым главным Мощным верховным магом Вот Но это так в двух словах Итак Что касается его навыков Почему же Он такой Интересный этот герой Ну полюбился Он многим игрокам Исключительно За его навык Падший Айнз Начинает читать заклинания Для этого ему нужно 5 секунд После чего Все противники Получают 460 процентов урона Если заклинание Будет прервано Айн восстановит 500 очков энергии Затем урон Повышается до 580 процентов То есть почти 600 процентов Идет Чистый урон То есть базовый При этом Если все-таки Заклинание Будет прервано То пойдет Возврат Хотя бы Половины очков энергии Это прям Приятный бонус Едем дальше То есть поражает Вообще всех-всех-всех Противников Очень круто Очень круто Обычные атаки Айнза Заменяются На следующие Способности Которые Применяются Поочередно Призыв Призыв Большой грозы Наносит Врагу 240 процентов Урона Гравитационный Водоворот Наносит Врагу И ближайшим Противникам 210 процентов Урона Истинная тьма Наносит Врагу 180 процентов Урона И не дает Ему Использовать Особые способности В течении 5 секунд Затем Увеличивается Время До 8 секунд И соответственно 270 и 230 процентов На другие навыки Увеличивается Урон В целом 8 секунд Без Использования Способности Но это Очень-очень Много Но при этом Еще и Будет Улучшение Этого навыка То есть Сам по себе Айнз уже Изначально Не бьет Чистым своим уроном По соточке Да У него нет Обычных атак У него все Атаки идут Считай Особыми То есть Минимум 180 процентов Урона Бьет его Основная Атака Дальше Цель Всякой жизни Смерть Еще один Имбовый перк Через 24 секунды После начала Боя Все враги Теряют По 30 процентов От текущего Уровня здоровья И оглушаются На 4 секунды Затем Урон увеличивается На 50 До 50 Процентов От текущего Уровня здоровья Это вообще Такого Как бы Но Это прям Единственный персонаж Который действительно Вот прям Нагибает всех Сходу Ничего не делая Просто находясь На поле боя 24 секунды Прошло Все получили По 50 Процентов Урона От текущего Уровня здоровья Все отлично Едем дальше Едем дальше Четвертый навык Четвертый навык Мощным Четвертый навык Четвертый навык Четвертый навык Четвертый навык Но это Штвертый навык Шкала энергии Четвертый навык Четвертый навык Четвертый навык А уже Десяточку Наворачивать Круто Но это Опять же Еще не все Есть еще и Гостиница В гостинице Что Как прокачивать Минималка По прокачу Это 3 из 9 Желательно Качнуть 9 из 9 То есть Полностью Всю мебель На него закрыть Для чего Для того Чтобы Прокачать Опять же Характеристики Которые будут добавлять Мифические наборы Мебели Но и открыть Новую способность То есть Усиление Старое точнее Каждые 8 секунд В бою Урон И негативные эффекты От следующей Использования Способности Заклинатель Повышаются На 200% Каждые 8 секунд То есть Что у нас происходит Заходим в этот навык Вот у нас навык К примеру Призыв большой грозы Наносит врагу 240% урона 8 секунд прошло Увеличивается На 200% Фууу Космос Так за бой Может увеличиваться На много-много раз И в итоге У него Обычные атаки Даже вот Обычные атаки Будут наносить Космические уроны Просто Возвращаемся В гостиницу И, наконец-то, 9 из 9 Эффекты способности цель всякой жизни Смерть проявляется через 15 секунд с начала боя Но здесь, как сказать Это бывает очень удобно для тех игроков Которые уже катают в таких битвах Там, где сразу не выбиваются противники С одного, с двух ударов уже противник не падает И вот здесь срабатывает этот эффект Минус 50% Затем можно в ручном режиме даже, допустим, активировать ульту от Айнза И все, и всех добить Ну, если с первой ульты, допустим, не падает То есть разные бывают моменты Но в целом, в целом, эффект очень хороший То есть заметен То есть 24 секунды и 15 Разница колоссальная И еще вопрос по поводу прокачки именного предмета на плюс 40 Вот тоже был Очень дорого То есть все персонажи из других измерений Небесные, подземные Они прокачиваются до плюс 40 Именные предметы Но очень дорого То есть 900 эмблемочек нужно сверху накинуть на 10 уровней Получим, да, в результате здоровья Получим в результате вот атаку Здесь вот разные характеристики добавляются Чисто по параметрам Это будет, да, прикольно Но очень-очень дорого То есть мало кто из игроков может себе позволить подобное расточительство Почему так? Потому что этот герой усиливается еще и другим персонажем из других измерений Альбедо Так вот, если мы Альбедо прокачаем до плюс 30 И потратим на нее Где там она у нас делась Вот потратим на нее 300 эмблемочек То увеличим урон на 15 за каждого такого героя Из других измерений То есть на 45% увеличивает урон по сути Поэтому Альбедо нужна этому герою как никогда Но смотрим теперь уже этого героя в локациях Как же он себя ведет в разных вообще локах Первое, что у нас есть, это компания Так, что у нас тут? Ну ничего нет, как бы Понятное дело, я тут не фармил Быстренько проскакивал Закрою, наверное, скоро главу уже эту Все времени как-то не хватает Проскочите По команде Как формируется команда с Айнзом? Были такие темы, типа Ставим Айнза в первый ряд У него все равно щит работает Ну, я не знаю, где так работает Может быть, если уровень противника эквивалентен Айнзу, может и есть смысл поставить его в первый ряд Но здесь уже в компании такая тема не катит Ставим его, как правило, во второй ряд По команде, опять же, Альбедо Желательно, чтобы была на плюс 30 прокачана Если Альбедо не прокачана на плюс 30 То никакого вообще смысла ее ставить в команду с Айнзом нет Да, она там будет его прикрывать иногда Но проще поставить другого героя Который бы усиливал действительно или всю команду Или вносил дебафы Далее Это Артур Он выступает мощным щитом, когда прокачан на плюс 30 Его не сдвинуть, не взять под контроль И пробить его в лобовую Ну, очень-очень тяжело Я бы даже сказал, ну, нереально Даже с такими мощными героями, как у нас противники Рован здесь нужен для того, чтобы подкачивать энергии Ну и опять же, оглушать противников Разгоняет всю команду лика и подкачивает энергии Что касается выбора артефакта для Айнза Где наш герой? Давайте зайдем в него Так, выбор артефакта По умолчанию в компании мы используем книгу Ну, если она уже открыта, понятное дело Почему? Потому что сразу же сходу добавит нам 300 очков энергии Круто, все, сразу сходу хлысь Потом лика соточку накинет еще И, может быть, что-то рован подкинет Если Айнс, в принципе, подкачается То есть он ультует буквально сразу С первых секунд Айнс тогда может ультануть Если мы катаем в таких локациях, как лабиринт И подобных ему, там, вершины времени Там, чудесные путешествия Вот, то там необходимо ставить ему меч Почему меч? Потому что Мы подкапливаем энергию Уже с прошлого боя И в начале боя у нас уже изначально Она идет, ну, полная энергия Но при этом атаки меч дает больше И в течение битвы это может понадобиться Итак, начинаем бой Смотрим, что происходит Вот чисто автобитва Давайте только х4 уберем Так, Айнс получил уже 25 секунда Но не смог использовать навык Потому что он застрял в своей прокачке То есть он усиливается Так, все, усилил себя Все, бой закончен 8 секунд То есть дождались первой активации способности Смотрим статистику 131 миллион Никто даже не пикнул Хотя нет, смотрите, пикнули, да? Рована все-таки загасили Ну, что ж, как бы, с кем не бывает, да Тут не без потерь Смотрим еще варианты команды Какие можно составить И в чем особенность, еще раз Если у нас нет, допустим, этих героев Необходимо обеспечить Айнзу покой Необходимо обеспечить ему защиту То есть в первый ряд поставить Каких-нибудь очень мощных танков Так, кто у нас тут есть из танков? Ну, допустим, вот такой вот вариант Мощных танков Мощных вот неваляшек Можно ставить Опять же, там, таленку поставить Там для разгона Для прокача Желательно использовать, опять же Лику Потому что разгоняет сразу всю команду И накачивает энергией Смотрим так Но эти персонажи у меня, по-моему, вообще Разряжены в плане шмота А, вот Айнзу сразу же выбили Вот, кстати, насчет опасных персонажей Как раз хороший раунд Опасными персонажами являются Те герои, которые могут Буквально сходу вломить Айнзу Из таких можно перечислить Всяких прыгунов Вот, в данном случае Вот Сильвина прыгает на Самого слабого мага Вот, на прыгунов Потом можно еще выделить Отдельным текстом Прямо вот большими буквами Это Гвинет Если мы ставим Айнзу Не важно где Вот То Гвинет по центру Вот И всегда будет выбивать, допустим, наших героев Вот так-то Потом Еще можно выделить Всяких Неубиваемых ребят Таких, как вот Брутус Таких, как Мегира Ну, то есть С первого раза Не может Айнз их выбить Вот, если уровень Противника Гораздо выше, чем уровень Нашей команды То они за это время Выбивают всю команду И затем уже доходят до Айнзу То есть здесь В противобес Нужно ставить им Своих неваляшек Или же своих неубиваемых Таких, как Брутов Таких, как вот Можно ставить Толстых танков С Крэга Ставить Торана Тоже еще Сгодится И Укуна Вот То есть чисто так Чтобы они на поле Постоянно были Чтобы их не выбили Очень быстро Тогда Айнз уже Может быть второй раз А то даже и третий Ультанют И всех повыносит Вот Здесь как-то так Так Для того, чтобы вот Сбросить Эффект Сильвины Как мы можем Этот Момент обыграть Ну давайте Наверное Вот так вот сделаем Берем просто Как бы выбираем магов В моем случае Вот так вот И ставим любого другого мага Вот прям совсем Любого другого Ну кто тут у нас Затащит Ну допустим Даже такой вариант Все Она слабее Чем Айнз Смотрим Что получается А Сильвина все равно К Айнз Прыгнула Или куда Я не вижу ее Размазывалась На заднем ряде Всех загасили Нет Тут не получилось Ну ладно Немножко команда По прокачу Не заходит Слабенькие у меня Пока персонажи Но они просто Без шмота стоят Поэтому тут все Быстренько так Завалили Но в целом Как бы Можно использовать Вот такие вот Уловочки Против Гвинет Айнз не катает Против Гвинет Катает Эйрон Вот так вот Ну это если вдруг Кому нужно выбить Именно Гвинет Переходим в другие Тесты локации Именно Арена героев Сейчас нас интересует Вот Вот Вчерашний Вот День Закончился Да Сегодня уже 12 часов И смогли Нас одолеть Только Даже не только А только один персонаж Смог нас одолеть Другой герой Не смог Кем нападал Нападал 377 То есть На 13 уровней Был покруче Прокачан Опять же Стояла Альбедо у него Но мы рассматривали На Фераэле Кстати Вот по поводу Пачки Что На арене Вот на арене Конкретно Альбедо Как бы не катает Так Здесь у нас Что Здесь у нас В принципе Все было грамотно Собрано Ну и опять же Уровень 23 плюс Еще бы У меня бы был 23 плюс Уровень Чтоб я проиграл Да даже в равноценную Мы наверное Раскатали их Смотрим на арене Так Моя пачка Ареновская Так ну Будем Пока как бы Не сильно Давайте Может кого нибудь О Мия точно Смотрите Вариант Как раз Про тесте Выбивания Выбивания Айнза То есть Есть у нас Во первых Гвинет Во вторых Есть Эйрон Ну и другие Там вот Ускорители Сейчас посмотрим Как ляжет Наш герой Ну если уровня Прокачки Противника Конечно Хватит Нет Не хватило К сожалению Да Не хватило Но Опять же Задумка Была Очень Интересная Но может Сейчас хватит Сейчас Может будет Еще усиленный Эффект Героев Противника Нет К сожалению Здесь тоже Не хватило Даже С использованием Залрата Залрат такой Как бы Персонаж Очень Сомнительный Так Давайте попробуем На каком нибудь Героя Чуть-чуть Покруче Да То что мы там Показали Как мы там Всяких Шпендиков Бьем О Здесь кстати Интересный вариант Во первых Уровень силы 370 Уровень героев Так 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 Да Интересно Могут и втащить Могут и втащить Поэтому Нужно Что-то Придумать Так Давайте Наверное Вот так Вот сделаем Да Попробуем Сделать так Пачка Усилена Близнецами Усилена Опять же Эйзишем То есть Если мы Не успеем Активировать Ульту То скорее всего Все герои Погибнут Смотрим Что получается Да Не хватило Прокача Конкретно По уровню Даже так Не хватило Мощности Чтоб Выбить Противника Ну Здесь опять же Я говорю Как бы Дефицит В уровне Был Поэтому И не Затащили В целом Я как бы Не нападаю На пачки Которые Значительно Сильнее Моих Пачек Но вот Такие команды Рвем Вообще Там Без проблем Вот Рвем На Изи Так Почему У меня Стоит Фераэль Фераэль Нам нужен Для того Чтобы Снижать Энергию Противника Раз И Для того Чтобы Эффекты контроля Накладывать В виде Страха Два В целом Он получается Незаменим Особенно Под действием Артура Может быть В прошлом Бою Был Смысл Поставить Альбедо Как раз Для того Чтобы усилить Урон Для того Чтобы продавить Тупачку Сейчас как раз И попробуем Наверное Это сделать Там буквально Чуть-чуть По процентам Не хватило Чтоб победить Чуть-чуть Побыстрее Наверное Сделаем Уже В принципе Айнза Можно было бы Назвать Королем Арены В том плане Что Мало Очень Пачек Которые Могли бы Ему Противостоять Правильно Можно составить Любую Пачку Конечно же Там С Айнзом С каким-то Другим Героем Это Все Можно Контр Какие-то Комбинации Есть Но По Общей Эффективности Пачки На Айнзе Сейчас На арене Это Самый Топ Самый Топ Который Только Есть Так Давайте Вернемся Наверное Сейчас Вот сюда Вот Наши Записи Попробуем Продавить Джампера Используя Не фару А используя Альбедо Кстати Альбедо Как она У нас Тут Поживает Не Заряжен Весь Шмот На нее Все Как Положено Так Смотрим Вот у У меня Здесь Есть Преимущество В том Плане Что Ну Все Как бы Да Бой Закончился Вот так Вот Джампера Взяли И опустили Ну Как же Так Ай 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 Вот То есть Этот Момент Также Нужно Учитывать Но В целом В целом Не Всегда Это Бывает Полезно Иногда Герой Наши Уклоняются Иногда Конкретно Фераэль Спасает Вот От Всяких Ситуаций Башню Каких Результатов Мы Достигли 546 Этаж Конечно Да Это Не Предел Для Такого Уровня Прокача 360 Плюс Можно Было Пройти И дальше Есть Игроки Уже На Такой Прокачечке Уже 600 Этаж Осваивают Но У меня Все Никак Не Доходит Руки Заняться Некоторыми Этапами Дело В том Что Некоторые Этажи Проходятся Крайне Сложно И для них Нужны Другие Герои Прям Пачка Без Айнза Нужна Но Основную Основную Массу Мы Продавливаем Исключительно С использованием Этого Героя Так Кто у нас Есть Из нашей Гильдии 375 375 Как бы Да Такой Хороший Вариант И здесь 370 Я как бы Получается Еще Немножечко По уровню Из отстающих Но здесь Слишком сильно Накидывает Дефицит Уровня Ну Почти 200 Сильно Накидывает Давайте Посмотрим 30 лямов Против 120 То есть В 4 раза Пачка Сильнее Чем у нас Даже Если Айнсы Успевают Ультануть Ну Такое Бывает Вот Он Ну Сносит Там Где-то 25 Процентов ХП Ну Мало Очень Даже При том Что Он усилен Альбедо Что Есть У него Подкачка От Артура Вот С Выхлопа Критический Удар Вносит Но Все Равно Не Хватает Вот Так То есть Никто Вообще Даже Пикнуть Не Успел Всех Выбили Ну Пройдем Этот этап Но Уже Конечно Попозже Так 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 Что Касается Таблицы Лидеров Вот На нашем Сервере Я На 28 Месте Ну На Первом Понятное Дело Это Совсем Уже Такие Мега Донаты Затем Тоже Поддоначенные Ребята А А потом Уже Пошли Такие Кому Везет Кому Не Везет Ну И Опять же Ну Да В целом Рейтинг Так Нормальный Еще Пару Этажей Пробомбить 550 И Будем На 25 Месте Но Пробомбим На Недельки Как Нибудь Что Касается Локации Наподобие Мистического Лабиринта Здесь Можно Сказать Что Герой Вообще Однокнопочный Я Есть Такой Вариант Когда Есть Возможность Использовать Фракцию Вот Рубит Вообще Всех В хлам Использование Его В чудесном Путешествии Та же Ситуация Подкопили Энергию В начале Бой Сразу же Бомбанули Первые Две Секунды Нашим Героем Ну Давайте Посмотрим Фантастический Пейзаж Наверное Уже И бить Некого А может И есть Кто-то Посмотрим Давайте Ну Сразу же Бомбанули Отлично Проходить Арену Туманную Долину С Айнзом Просто Сказка Тоже Сейчас Посмотрим Сейчас Я покажу В чем Особенность Ну Здесь Любых Наверное Героев Ставим Вот так Туманная Туманная Долина Как я проходил Это Приключение Не прошел Как я уже говорил Всего лишь Одну Миссию Не смог Выполнить Но тогда У меня Не было Прокачанного Героя Может быть Сейчас И выполним Допустим Есть У нас Необходимость Использовать Какую-то Одну Фракцию Ну Вот Носители Света Ну Не важно Какую Одну Фракцию Ну Любую Вот Я пробовал Со всеми Работает И на этом Аккаунте И на Твине Ставим Аинза Как основного И четыре Персонажа Из целевой Фракции Вот здесь Был Этот товарищ Поэтому Его и Поставим Вот так У Аинза Есть Фишка Против Эффектов Контроля То есть Притянуть Его нельзя Поэтому Аинза Остался На своем месте А Розалина Точно Розалина Подвязалась На Аинза Как я мог Так Момент Запустить Все И так Проходим Вообще Все Уровни Фракционные Где требуется Использовать Одну Фракцию Громилы Там Не важно Кто Топчем Без проблем Так что Герой Действительно Очень Имбовый Очень Мощный И Заслуживает Вот прям Отдельного Внимания Пачки Где Встречаются Допустим Герои Продавим Быстренько Пачки В которых Используется У нас Ну У противника Несколько Команд Как Мы Их Проходим Все на самом деле Очень Очень Просто Также Все что Необходимо Сделать Это Поставить Такую Пачку Аинза То есть Он в принципе С собой Наличием Аинза В команде Дает Дает Возможность Пройти Один бой Сразу Загасили Его Ниру Тут был Улучшенный Давайте Посмотрим Статистику 198 Лямов Он да Как бы 150 Лямов Натанковал Но у него Фишка В плане Вытягивания Характеристик Вот 48 Примерно То есть Поставив В пачку Аинза Мы сразу же Закрываем Одну битву Давайте Посмотрим Где же эта битва У нас будет Проходить Вот К примеру Вот здесь Например Да То есть Может не с первого Раза получится Может быть Ну посмотрим Да Нужна будет Тут немножко Другую команду Или перетасовать Или поставить Там неваляшку Но в целом Вот такой пачкой Можно закрыть Ну Любых Героев Что касается Теперь вот последний Финальный вопрос Да Это Где же его получить Как можно Ну Себе На аккаунт Приобрести Этого героя Приобретали Мы его За счет Доната Когда была Акция Или же За счет Обмена Опять же Когда была Акция То есть События На этого героя Дело в том Что все Что все Вот эти события Которые Сейчас Идут В данном Случа Герои Из других Измерений Вот Там идет Какая-то Фишка По контракту С другой Игрой Или с другим Творческой Какой-то Студией Здесь Персон Опять Творческая Студия Используется То есть Если Заканчивается Время То все Мы этого героя Купить не можем Так же И с Айнзом Сейчас Он нигде Не продается Слухов О том Что там Введут Еще раз Его к продаже Никаких Нет Разработчиков Постоянно Забрасывают Письмами Просьбами Вот Чтоб Вернули К продаже Эцио И Айнза Но пока Все безрезультатно Есть В интернете Всякие Варианты Типа Ну Как бы это сказать Предлагают Со стороны Мол Давайте баблище Мы вам Айнза Там Зарядим На аккаунт Все это На самом деле Развод Афера Поэтому Не ведитесь Единственный Вариант Получить Айнза Это купить Аккаунт На котором Уже он есть И играть На этом аккаунте Все Других вариантов Нет Сейчас такие Продавцы аккаунтов О что за тема Другой темы Нет Купить Айнза Но ценник На таких аккаунтах Будет сразу Минимум Плюс 50 долларов К стоимости А то и вся сотня Потому что герой Действительно Очень эффективный И купить его Выбить больше Нигде нельзя Ну что ж Друзья На этом пока все Понравилось видео Ставим лайк Подписываемся На канал Пока пока И до встречи В новых выпусках Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok